Успех это абсолютно твое индивидуальное видение. Никто не может рассказать тебе, что такое успех для тебя. Не просто наличие дома с отсутствием желания жить, а таких людей очень много на свете, у которых есть эти машины, и есть эти миллиарды, и есть эти дома, нет желания кайфовать. Нет желания жить, потому что все остыло внутри. Я считаю, успех, когда ты не остыл внутри. Кто-то живет в маленьком населенном пункте, и вы хотите просто поехать, уехать в большой город, учиться или искать работу, искать какую-то самореализацию. Кто-то живет уже в большом городе, он хочет переехать в другую страну. Эта страна может быть неподалеку, а может быть очень далеко. Как в моем случае получилось, что я улетел в Калифорнию в 21 год, не зная ни души там. Это абсолютно, буквально, я не знал ни, ни одна, у меня не было ни одного знакомства за океаном. То есть я ехал в пустоту, в полнейшую неизвестность, но именно от этого я испытывал невероятный кайф и ощущение приключения, которое по сей день для меня является самым ценным. Ты должен увидеть мир, ты должен увидеть другие грани, чем те, к которым ты привык. Это история повсеместная. В Европе это происходит у людей, в Америке это происходит у людей. Уехать из своего знакомого окружения. Школа, в которой ты учился, семья, родители, друзья, которые тебя окружали. И вот это создает твой привычный мир. Вырваться из этого привычного мира. Никто не пожалеет тебя, только ты сам. Но в этом, ребята, такой кайф. В этом офигенный кайф. Почувствовать, чего ты сам стоишь, как вот ты и мир. Ты против мира. Ну не против, конечно же, да. Но идет борьба, способен ли ты в этом мире выживать. Люди же вокруг выживают. Вот же ходят люди. Они сытые, здоровые, стремятся, улыбаются. Неужели я не смогу? Вы обязаны проверить себя. Вы не можете лишить себя приключений. Другого шанса не то чтобы не будет. Будет сложнее и сложнее. С каждым годом, с каждой новой, вот этой прицепленной к вам точке опоры или струне. Вы обрастете этими струнами. Вас, вы погрязнете в этой паутине обязательств, ответственности, человеческих отношений. А уж если семья, если дети, никуда вы никогда не уедете. Или вероятность просто становится ничтожной. Пока вы чувствуете вот это сердце, которое рвется на свободу. Рвется на свободу. На встречу неизведанному. Делайте. Поверьте, не пытаюсь вам сказать, что мои испытания столь тяжелые, что это, о, подумаешь, уехал этот самый ребенок-мажор, значит, из крутой семьи уехал в Калифорнию. О, какое испытание. Естественно, нет. Со стороны это можно преподнести как... Знаете, я мог бы это даже рассказать так, что это сплошной кайф. Но я-то знаю, как я работал на четырех работах подряд. Но я чувствовал, что я могу выжить в этом мире, не используя даже свое образование экономиста-международника, которое я получил в Москве из своей корни, из академической семьи. Нет, я могу выживать руками. Руками разгружая машины, работая вышибалой в баре, но я сам стал большим благодаря своим тренировкам. Вот эти все моменты, ребят, что бы дальше в жизни ни происходило. Я управлял спортивными клубами, я работал редактором журналов, я работал на телевидении. И это все сверху. А в фундаменте навсегда у меня останутся вот эти годы в Калифорнии, когда я понял, что я сам способен стоять на ногах в новом для себя мире, и что я адаптировался, привык и смог. Крутизна нашего мира, на мой взгляд, в том, что каждый из нас может каждый день пару раз кому-нибудь помочь, кто к нему вообще не имеет отношения. Помочь, я сейчас не имею в виду, там, знаешь, помочь деньгами, хотя иногда и это может быть нужно. Увидеть ситуацию нужды вокруг. Теперь, представляешь, если каждый человек таким образом на планете начинает жить, Стас, по щелчку это будет другой абсолютно мир. И это рождает такой кайф у тебя, если тебе удалось что-то сделать, тебе удалось кому-то пригодиться. Простой пример. Ты приходишь в аптеку, там стоит бабуля и читает, мне там такой-то, такой-то, там, какой-то, там, этот препарат. Ей говорят, 3800. Она вот так поднимает и говорит, сколько? Ты достаешь кошелек, отдаешь продавцу и убегаешь, чтобы тебя вообще, чтобы никаких спасибо тебе никто не успел сказать. Все, это нужно для тебя. Не для того, чтобы были какие-то дифферамбы. Ты убежал, и ты идешь, и солнце светит ярче, и мир стал лучше. Ты кому-то оказался нужен. Представь теперь, что каждый из нас что-то подобное сделал друг для друга. Ну, какие, какие будут. Это просто, это вот, ничего не надо. Дождь пусть льет. Люди будут улыбаться, потому что они нужны друг другу. Это говоря об успехе. Как в какой-то мере это, потому что успех это кайф.